Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Салом 135, 11 и 12 стихи. И вывел Израиль из среды Его, ибо вовек милость Его. Рукуя крепкой мышцами простертую, ибо вовек милость Его. Иоанн говорил, что Господь показывает нам, за все славьте Бога. Злотрус повторял, слава Богу за все. Это последние Его слова были на этой земле. За все. Вот если вы начнете рассматривать свою жизнь, спокойно, в обстановке, после молитвы, и вы увидите, были моменты, когда казалось, почему-то со мной, а теперь результат какой из-за этого идет, да будет милость Господня. За все. 26 стихов, и припев один и тот же идет. Ну, некоторые стихи, они сдвоены. В Египте были, принял их Египет, вовек милость Его. И вышли из Египта, и вовек милость Его. Вот, я в своей биографии, когда начинаю смотреть, вот там арестовали. Ну, до того у меня такая техника, работа, магнитапона, насчитанная Златоуст. А проходит время, да будет милость Его. Иначе дальше этого ничего бы не было. Лагеря бы не было. Потеряевку не знают даже. После армии тут мы приехали отцу помогать. С братом. Сразу из КГБ приехали. Выгоняют. А отец инвалид, без руки, спрашивает. Он вам нужен? Говорят, ну как же, после зимы-то от коров-то вывезти. Как только вывезет, что надо? Сразу, чтобы его духу здесь не было. Какая она, слабая власть была. А теперь я вижу, вовек милость Его. Мне деваться некуда. Я поехал на самый дальний остров, говорится. Балтика. И там меня Господь нашел. Там было обращение. Вот как Господь делает. И поэтому мы рассматриваем жизнь израильтян по этому принципу. Знаем мы это или нет? Ну, допустим, умереть. А сколько видов смертей? И когда начинаешь считать, вот один повесился, другого утонул, третьего сожгли, отравился. Там 99. А причина какая-то. Незаладок в семье, это другое. А причин 300 с чем-то. А вера в Бога все сметает. Никогда на себя руки не ложит. Смерть только одна. Со Христом. А со Христом смерти нет. Он говорит, верующий в меня не умрет. А как же не умрет? А у людей умирает. Не умрет. У Бога другая шкала. Когда услышали, что Лазарь умер, и Господь говорит, друг наш Лазарь уснул. И все знают, что за сном. Ну, значит, со здоровьем ладно, выздоровел. А Господь говорил о смерти. Вот почему человек, который умирает, он засыпает. Ну, везде сроки какие-то. Вот сегодня много заботятся о сохранении продуктов. Как я вам многое захвачу, чтобы хоть чуть-чуть сказать, что можно протлить в холодильник. На низу мы туда лук, чеснок класть. И сегодня говорят, нашел. А если мед? Опыт небольшой. Говорит, ну, 2000 лет находится мед. Дальше, если бы нет. Ну, на вашу жизнь хватит. Не портится нисколько. Вот как будто вчера покачали. И вот так здесь слова, которые медовые для нас идут. Конечно, страшно сказать, что сделал Дабит. Лучшего своего последователя, сохраняющего жизнь, обидел кровно. Имея своих несколько жен, отнял у него, когда он там, напротив, рабов, защищает государство. И мы знаем это. Что дальше было? Когда она пришла и говорит, грех-то не скрытый, растет, то есть беременная. Скорее, да, нам уже домой. Чтобы дальше переспитый, никто не догадается. А он не пошел ни по каким видам. Страна на войне, а я буду тешиться, женой нет. И вот в дверях царских лег, или там не проспал. Тогда что, убить его? Я ссылаю на пронг, на опасный участок. Он везде первый хватал все. Оружие на стену первый лезет. Бросьте сразу его и скорее отступите. И вот, если человек совершил прелюбодеяние, Библия говорит, предайте смерти. Если убил кого-то, предайте смерти. Двух смертных приговоров ему бы не перенести. А на кого? На всех. Давид должен был умереть двойной смертью. А у Ивлеев было такое, бывало. Заслуют отца и мать ему одно, родину изумил другое. Одно в человеческих испражнениях, бочка, он должен захлебнуться. Третье, сбросить с высоты, повесить. Они тогда душили его, ставили в эту бочку, заливали в рот, что ему требуется за богохульство. Чтобы все смерти соединить как бы в одну. А теперь подумать страшно. А если бы это случилось так? Почему? Давид по-другому перенес. Я говорю, а Давида Бог не наказал. Наказал. Дитё рождённое от этого сожительства умерло. Как он страдал от этого? Дальше собственный сын поднимется на него, вышло ли в царство, всех жён отнимет, ни одной не будет. Он многое перенёс где-то, но вовек милость его. Вовек милость, что Господь простил его. Гад, когда пришёл, и подойти-то нельзя сказать. Ну, кто-то обвинил бы, допустим, Сталина, сказал, ты изверх, сколько погубил. Сразу бы казнили. И он начинает говорить. У одного было вящерка много, а у другого одна. И пришёл гость. Ну, гость, какая похоть. И он из многих ни одной не взял. А единственное, оторвал её. Давид даже не стал разговаривать. Закон гласил за овечку. Четыре овечки, а за валов пять. А почему? Это тягло. Это техника. На нём павшу. Пять руком должен отдать. Он не сказал сразу смерть ему. Он сказал, это ты. Вот это я понимаю, что у него внутри было-то. Любой правитель бы, казалось бы, смел его с лица земли. Чтоб никто не знал про это. Он только сказал, согрешил я пред Богом. Избавь меня от кровей. Мы считаем от кровей. Каких кровей это? Считает ребёнок маленький. А то Давид говорит, убил я его, убил. А дальше ни одного псалма бы не было после 50-го. Даже подумать страшно на этом. Как Божья милость век. Во всём милость Божия. Милость Божия, что допустил. Милость Божия, что сохранил его дальше. И дальше он продолжал эти чудные псалмы писать, которые считаются на богослужении дома, заучиваются наизусть. 90-го псалма живой помощи. Буквально все шинопром старались достать. И этого в псалме не было. Хотя человек не ради бумажки какой-то живёт. Он должен сердце куда отдать. Мы сейчас посмотрим несколько моментов из Святой Библии. Как всё это выглядит. Книга Исход 12.51. 12.51. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых и земли египетской по ополчениям их. Ополчениям. А не воинственным. Почему перед ними всё трепетало. Так 40 лет. Не сеяли, не пахали. Только учились воевать. И оружие не державшие. А рабы были. И на своём пути. Семь государств смирили. Как будто никогда их не было. Великми милость его. И этот день, который Господь вывел, они отмечают, а что это Пасха? Прообраз Пасхи. Ну а как пойдёт ангел? Как он будет разбираться? Ягнёнка закалите. Крови смажьте косяки. Перекладим его. Ангел пойдёт, увидит. Да ангела не надо. Он так знает. Не рассуждать. И мы знаем, как это было. Сегодня, когда показывают в фильмах, там у царя, у параона. Всё нормально. И вдруг свет гаснет. Рука ребёнка, как он упал. И всё. Первенцы все пошли под нож. Вовек милость его. И не сразу Бог вот нас здесь собрал. А что было впереди? Ибо вовек милость его. Вчера тебя обижали, а сегодня за помощью к тебе обращаются. Ибо вовек милость его. И этот день, когда они выше, отмечаем мы. Потому что Агнес, Евангелие от Иоанна 1,29 говорит, берёт на себя грех мира. У меня есть такое выражение. Некоторые протестуют, пока не объяснишь. Бог никогда, никому, ничего не прощает за так. А почему? 6,23, именно говорится. Возмездие за грех смерти. Разделяет большой грех, малый грех. За любой грех. Смерть. А какой? Ну, сорвала плод и села. Что там уменьшилось, что ли? Умерло уже больше ста миллиардов. В Адаме все умирают. Во Христе все живут. Вот мы научимся даже мыслить категориями священного писания. И далее. Первая книга Царств. 12,6,8. Тогда Самуил сказал народу. Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли Гипетской. Ещё раз просчитайте. Запомните это. Теперь, тогда Самуил сказал народу. Свидетель Господь, который поставил Моисея и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли Гипетской. То есть напоминай детям и наказай детям, другим детям. Вот у нас бывает как? Семья верующая. Ну, только-только приходят в возраст. Даже требуется справка, чтобы там, альтернативная служба. И вдруг никакой веры нет. Уже с безборщиками я смотрю сейчас. Из верующей семьи. И дождь там где-то у костра уже полностью всё вычищено. У евреев этого не было. Никогда. А почему? А они день и ночь учили. Учи, Игорь, садишься за стол, идёшь в пути, напиши на косяках. Мало того, у них маленькие коробочки. По сегодняшний день они это делают так. Любимые твои фразы. И здесь, здесь в моём коробочке. В любой момент открыла, а забывается старость, не молодость. Вот как? А они учат их. В интернете вы зарядите. Поют еврейские дети. Как они поют? Дальше. Молодёжь, которая поёт, это отдельно, а потом все вместе. И вот дед и внук собираются. О чём они разговаривают у нас? Долго ли они будут сидеть за столом? И здесь именно это они снимают. И дед ему даёт место считать. Он считает Тору, пяти книжи. Потом показывает. Ребёнок совсем, там, лет десять. Открывает щёк ему в банке. Он радуется. А потом ведёт его туда, где поклоняться надо. Вот у них всё заканчивается тем. Мы избранный народ. Избранные. На земле считается 2896 наций. Сегодня больше намного. Ну, находят 100 человек, это нация. Почти 7 тысяч. И только одна нация называется Богоизбранная. Остальные язычники на разных языках говорим. Это мы. А нас Бог избрал. Мы новый Израиль. Мы дети Абрама духовно. И мы даже вовек милость его. Если бы Христос не умер, у нас даже мизерно, молекулы не было надеяться на спасение. А мы спасены. Не просто спасены как-то. И будет тела наши воскрешённые. И будем подобны ему. Где смерти нет. И далее. Также исход 13.17. Как напоминали об исходе из Египта. Так мы со мной рассказывали. Где бы я был. Что со мной было. Всё было там. Но сейчас этого поменять должно быть. 13.17. И вышли из Тана Филистинского три отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Кофре. Ну ладно. Слова такие не выговоришь. Итак. А как они так узнавали? Как молились? Как победу одерживали? Ведь даже когда считаешь. Это неужели можно было сделать? Вот мы имеем выговор. Хотим не хотим в сибирском. Чего? Нет такое чего. Ни в глаголах. Ни в существительных. Эти там. Ивановские окают. А Израиль. Когда пришёл в 1948 году к власти. Герцель помог им в этом деле. А они. Язык свой полностью весь изменили. Я со многим. Ну понимаю. Могут. Но язык. В одной семье ещё как-то. Может быть. Но чтобы все заговорили на другом наречии. Нет. Это невозможно. Идиш. Иврит. Один разговорный язык. Другой литературный язык. Я сколько раз возвращался к этому. Только руками сплеснёшь. Немыслимо. И вот сегодня. Вовек милость его. Этот Израиль. Который не весь Бога знает ещё как должно. Сегодня его бьют. Те государства. Которые против него. В 500 раз. Больше территорий. А чем у него. Сегодня. И сегодня Иран. Открыто объявил ему войну. Что будет дальше? Исминцы подтянуты. Все понимают. Третья мировая может быть. Ты только повторяй. Вовек милость его. Так просто он не отдаст народ свой. Почему? Потому что от Иудина колено Христос. А от данного родится Антихрист. И придёт он власть судьбы. И все Ираны, Ираки, Союзы, Америка. Все под ноги его придут. Это написано. И мы должны верить. За что? За Святую Библию. Которую изрекли святые пророки. Ибо в век милости его. Он не оставил нас блуждать во тьме. На каждый вопрос. Библия даёт ответ. К слову сказать, это будете молиться. Кто-то подал такой совет. Издать у нас отдельные книги. Которая я отвечал на вопросы. Ответ. Книга будет называться. Ответы во свете Библии. Примерно будет 10 томов. Каждый том 1300 страниц. Все новые и новые места на форуме находят, кому говорил. Это никогда не выкупит ничего. Это за 10 миллионов будет захватывать. Все равно Бог сделает это. Вовек милость его. А почему? Знать эти ответы ты блуждать не будешь. Спрашивают. Но если будут читать люди, что с ними будет? Они не будут вчерашними. Они будут совершенно на другом уровне. Потому что во свете Библии, не угождая никому, дают ответ. Епископа мы о патриархе не спросили. Спрос какой будет? Местописание. Везде местописание. Вопросы и ответы. Псалом 77, 52. И повел народ свой, как овец, и вел их, как стадо пустыни. Поет кто Давыд? И о чем он говорит? Об исходе. Мы должны говорить об исходе, который даровал Господь России тогда, когда пошли послы искать. Нашли, может, не совсем то, но мы услышали о Христе, о вере Божией. О проповеди не стали, другим путем пошло. Но это позволило нам теперь получить Библию в синодальном переводе. Вот о свободе во Христе. И дальше. Салом 94, 7. Ибо Он есть Бог наш, и мы, народ, пасство Его, и овцы руки Его. Вот так. Это мы можем брать к себе. Ибо вовек милость всего, что Он нас выбрал. Твои родители верующие были. Это блаженцы. Бабушка верующая была. Это все отразится. Когда он пишет Тимофею, бабка там Лаина, Евника, за кого вышла. Она полукропкового родила. А Павел нашел самый лучший последователь его учения. И далее. Иеремия. 22, 24. 23? 23. Открыто здесь. Должен кто-то 20-ю просчитает. 20-ю здесь написано. Иеремия 20-я глава с 9 по 11. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих. И я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. «Заявите», — говорили они, — «и мы сделаем для нас. Все, жившие со мной, умеют сторожать за мной. Не споткнусь ли я? Может быть, говорят. Он попадется, и мы одолеем его, и отомстим ему. Но со мной Господь, как сильный ротоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют. Сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечно, никогда не забудется. Господи сил, ты испытываешь праведного, и видишь внутренность и сердце. Туда увижу я мщение твое над ними, ибо тебе верил я дело мое». Видите как? У меня это было 27 сентября 1962 году, в 17.00. Все у меня открыто. Здоровье 100%. Как море. Там хеликом вырыться не берут. А в уши пустота. И деньги, и все есть. Домой помогаю. Ни в грехе не участвую, ни в каких их пустотах. И в армии посмотрел фильм «Отвержен Викторией Гугой». И сегодня пишет какой-то Серебряков, писатель. И говорит, если бы роль Жанна Вальжана, не Жанн Габен играл, Лапкин прошел бы мимо. Я подумал, действительно так. Ставятую посмотреть. У меня начался поиск. Когда он говорит, не было ли другого, другой цели спасти, не жизнь, но душу. Это меня буквально повалило. Еще просчитал. Еще напиток посмотрел. Не ошибся. И далее Господь меня нашел уже в Латвии. Ты тоже просмотри свою жизнь. Внутри меня как огонь. Он говорит, ну как узнать, дух ли действует? Вот читайте. И сошел Дух Святой. И дальше. И заговорила и Дева. Сошел Дух Святой на Симеона. И заговорил и стал славить Бога. И по порядку перечисляет всех. Заговорил Дух Святой. В чем выражается он? В благовестии. Если этого нет благовестия, начни сначала. Ничего еще нет. Сошествие Духа Святого проявится у тебя в этом. На все вещи люди смотрят по-разному. Если человек верующий, ему требования другие. А как же ты верующий? А куда Бог там смотрит? Если вы пошли за Христом, с грехом покончены я раз и навсегда. Мы сейчас читаем некоторые места Писания, говорящие о том, как этот огонь разливается. Во шлеме у меня, в костях моих. А в костях попробуй, возьми что? Кровообразующее, мозг. Я хотел, удерживался. Нет, ничего не получится. У нас легко принимается то, что написано уже после. Там 40 раз, Господи, помилуй. Даже о Господе и помиловании речи-то нету. Лишь вот про тарабани. А армяне 100, повторяю по листовке, 100 раз, Господи, помилуй. В Библии говорится только дважды. Боже мой, Господи мой, все больше нету. А почему? Воззови ко мне, и я услышу тебя, говорит Господь. Но что говорит ангелесиан? Рожденный от Бога не грешит. Давайте примем это как-то. Рожденный от Бога и не грешит. А написано, есть человек, которого не согрешил бы. В другом месте говорит, рожденный от Бога не может грешить. 1 Иоанна 3,8. Как это может быть? В это надо войти, в эту обстановку. А как узнать это? Только на лопате, по-другому никак. Если ты рожден свыше, тебе знать с неверующими не надо будет. Не надо. Ты там ничего не найдешь. А раз ты туда бежишь, тебе надо, ты такой же. Да вот у меня там ни родственники, никто не может заслонить любовь Божия. Ты им каждый раз свидетельствуй о Боге. Мне дали новую квартиру. Ну, барашина типа. А там уже 4, на первом этаже, 4 всего квартиры. У двух уже самоубийцы. Дали. А они там жили, которые. Да вот, нет, они выламывали пол и жили. И мне дали эту квартиру. И несмотря на это, со всех сторон люди идут. Мне надо скорее к зиме подготовиться. Печку поставить. Бесполезно. Я решил Библию убрать с первого дня и читать. По одному выметается, в ваши деньги пришел. Ты покажи разницу. А не так какие-то новости, что он тебе скажет. Даже правильно скажет. Он не видит выхода. Не видит. А вы знаете выход? Абсолютно точно знаю. Ну, да вот Израиль, представь себе, он первое объявил войну. Я не об этом. Я говорю о бытии. 12 глава, 3 стих. Абрама, когда Бог избрал, сказал ему, сопроводительное дал. Кто будет проклинать семя твое, да будет проклят. Кто будет благословлять, будет благословен. Определи себя. Это твое отношение к Израилю. Это Господь сказал. И те, которые против него воюют, они будут разбиты. Почему эсминцы, самолетами со всеми уже в плоту и подходят. То есть там травы не будет живой. Итак, мы сегодня коснулись милости Божьей, чтобы сказать. Велика милость Твоя в каждом деле. Из Икейля 34, 11-31. Ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного. Так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. Это я по частям буду объяснять. Это советская власть не давала. Храмы закрывали. Вот где мы находимся. Это клуб был. Там он дальше. Аппаратурная была. Здесь главное, что фильмы показывал. Здесь теперь, если тогда... Ну интересно, что когда выкладывали они, белые выложены как кресты. Это чудо Божие какое-то. И что здесь теперь вот так будет, это даже чудом нельзя назвать, что-то супер чудо какое-то. Да много ли таких, где собирались неверующие, какие они люди были в деревне. Бога-то, считай, по-настоящему это никто не знал. Я знал только одна, Екатерина Парамоновна, кажется, звали, преподавала в Кольщиной геометрию. И у ней мать была баптистка. Вот это я услышал потом. Но раз баптистка была библией, наверное, родна на всю эту округу, не потеряйте. Слово Библии я услышал только в 62-м году, в 23 года. И вы детям своим накажите. Положили Библию. Когда ты ее считал? Да коснется Господь и помилует. Милости Божьей. Считаем дальше. И выведу их из народов, и соберу их из стран. И приведу их в землю их. И буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей бажике. И закон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем законе. И будут пастись на тучной бажике на горах Израилевых. Я буду пасти овец моих. И я буду покоить их, говорит Господь Бог. Господь? А священник там, или кто-то сегодня где-то, патриарх, может быть, никогда слова не говорит. Не об этом надо думать. Считай, что написано. Я пасу вас. Если вы где-то недополучили чего-то, приходя домой, скорее открывай Святую Библию. А, сегодня, говорю, оно было такое-то. Положил основание, другого не может быть. Не свечки, которые люди пришел, за деньги купил, поставил, ушел. Все. И больше он не нужен. Нет, не так. Павел говорит, основание веры во Христа. А теперь золото, серебро, бриллианты, драгоценные камни. Сено, солома, дрова. Мы это знаем. То, что сгорит. Огнем будет испыть. Какое испытание? Оно совсем рядом. Мы уже неоднократно слышали. Вот-вот должны объявить все религии вне закона. Прямо вплотную подходит. А как? Так, имейте для себя Евангелие где-то в разных местах. Легче чисто отключи, ничего нигде нет. Если тебя только там, на каких-то гуглах. И так дальше. Потерявшуюся пищу и угнанную возвращу. Есть надежда на детей, которые не верующие у кого-то. И пораненную перевяжу, и больную укреплю. А рожревшую и буйную истреблю. Ну, что такое рожревшая? Вот, посмотрите, у кого какой вес. Возьми метр, чтобы тебе помогли на косяке. Замерь, сколько. Ну, будет, допустим, метр семьдесят два. Сотню, сто пять откидывай. Не больше шестидесяти восьми килограмм. А все остальное, а все остальное, ребятчики твои. Я вчера только просчитал про одного. Самый знаменитый врач, к нему в царской России было. Приходит из боярского круга. Человек один говорит, не знаю, сколько я платил. И у меня гипертония, у меня и с коленями, у меня все. Врач говорит ему, я дам лекарство, а ты его не будешь. Да я уж сколько на лекарство-то истратил-то. Ни один крестьяне не купит. Не за деньги. Но только выполнить точно. Обещай мне, распишись. Все. А теперь положи сколько, допустим, денег. Если ты не будешь делать, деньги остаются до бедных. Да так как же, кто я выполнил. Все. Сухарей возьми с собой в сумку. И в Севастополь. Я там тебя встречу. Так это две тысячи шестьсот километров. Нигде не садиться, только пешком. И вот он дорогой отошел, сухарики-то кончились. Он где кто? Он предупредил, что за стол нигде не садиться. Если кто-то даст один сухарик, другой не бери. Он когда уже там встретился, прошло два с половиной месяца. Ну да как лечить будем? Кого лечить? Ну вот у меня. А кто ты такой? Ну, да у вас же записано там было. Забай болячки давай, гипертония. Да нет, давления нет. Нет, ну и болезни-то нет. Ты их дорогу-то растирал мне. Начните с этой стороны. Примеры-то какие нам Господь дает. И далее. Буду пасти их по правде. Значит, разжиревшую Бог истребит. А не так, что я... Да как все. Да у меня кость такая, не кость, а рот широкий. Пошел дальше. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог. Вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что посетесь на хорошее пажите, а между тем остальное на пажите ваше топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими. То есть толкование. Чего только не толкует. Святых отцов показываешь как... А что, святые отцы наравне с Библией? Не наравне, они и не говорили. Но они объяснили. И церковь приняла их. А почему? Павел, говорит, поставил, например, апостолов, которых пророков, а третьих учителями. Я с кем-то беседовал, стихтанты, баптисты, переснятики. Кто учителя? Перечислят апостолов. Да это апостол, мы уже перечислили, записали. Кто учителя? Начинают бакмейл, дядя, сегодня. Тогда были. Поставил, не поставит, а поставил уже в прошедшем времени. Не знают. А давайте говорить. Игнатий Богоносец, Поликарм Смирский, Григорий Богослов, Григорий Чудотворец, Сирен Крем Сирен. У нас сколько их таких? У вас этого нет. И когда начинаешь говорить, да хоть что же у нас в Библии, это так? Я в одном месте когда читал, простой разговор такой был. Сидит женщина впереди, а детей крестит, вот как. Ребенок рождается во грехах. 14.4. И его говорится. Кто рождет, рождается. Чистый, мать нечистого. Точка. Не один. А дальше. Во грехе родила меня мать моя. Беззаконий и зачат. 50-й псалум, 7-й стих. Да как что ребенок? Так. А мы верующие. Она сидит с ребенком. Бактистское собрание. 400, примерно, 50 человек. Да я завтра пойду в православную церковь покрещу. Пресвитер в конце псалла говорит, мы готовы все принять православие. Почему? Дух Святой сошел. Я по-другому не могу это понимать. Ну против кто? Никого. А который считается за старшего пресвитера и епископа, стал православным священником. Это милость Божия. Мы должны научиться мыслить категориями священного писания. Не только я видел, но курнозор наш не такой широкий. Кому-то не понравится, что он так поступил плохо. Свою овечку-то не взял, а другую. И про нас эта притча. И далее. Так что овцы мои должны питаться тем, что потоптано ногами вашими, и пить то, что возмущено ногами вашими. Это нашим отношениям, толкованиями, скидывать то другое. Не получится так. Посему так говорит им Господь Бог. Вот. Я сам буду судить между овцою тучным и овцою тощим. Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вы толкаете их вон. Эти как козла с барами. А кто ты? Барам или козел? Овцы по одну сторону, козлы по другую. А они одинаково жертву приносятся на равных. А вот у Бога другая шкала. На жертву да, а в рассуждении нет. Дальше. То я спасу овец моих, и они не будут уже восхищаемы. И рассужу между овцою и овцою. И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их. Раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом. И раб мой Давид будет князем среди них. Ну, чтобы не затягивать, я скажу еще несколько мест хотя бы открыть. Но в Новом Завете как? Иоанна 10 глава. С 11 по 42, это много. Мы стих от них почитаем. Как это к нам относится? К пастырям. Десятое. Я есим пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. Ну, вот как здесь, допустим, и как. Вначале на этом делу уже 13 юрисдикций образованы. Мы никуда не уходили. Мы верные Богу оказались по милости Божией. И так Господь нас сохранил здесь. Дальше. А наемник бежит, потому что наемник. И не родит, а овцах. Я есим пастырь добрый. И знаю моих, и мои знают. Прочитайте Яна 10 глава. И Луки, 15 глава, 4-6 стих. Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяносто девяти в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А нашит, возьмет ее на плечи свои с радостью и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им, порадуйтесь со мной, я нашел мою пропавшую овцу. Видите как? Если ты к миру тянешься, к мирским или к порождебным, рассмотри себя, Господь там искать не будет. Дальше, Ниеве, 9-12. Еще два места. Я смотрел у Златоуста, насчитывал когда, узнал, как это на Греческом, сколько этих букв, вот сколько у него время бы уходило. Примерно посмотрел, мы недалеко от них. Он говорит, пробовать 35, в среднем 35 минут. 30, 50 мест писания только приводит. Так что тут, ну никак сказать что-то долго или... В столбе облачном ты ввел их днем, и в столбе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. Вот смотрите, вот идти некуда, показывают. Уперлись в море. Ну, выход-то какой? Это в фильме, как они придумали облако. Господь говорит, днем он вел туманное как облако, а ночью огненный столб. И нельзя было подойти нигде. Показывать молнии везде бьют, ну, чтобы понятно было где-то. И вдруг море разошлось. Почему? Моисеев Господь сказал, что в руке? Жезу. Ударь. А с чем толку-то? Ударь. И мы знаем, как погнали за ними египтяне, и все до одного скрылись. В одном месте Египет прославляется, что он принял, когда они умирали от голода, ну, времена Якова. А далее говорится, что сделали сонегонители, убивали детей. Мальчик рождается, крокодилов его выбрасывают. А девочки для Галема пойдут. Это другой пришел к правительству. Все изменилось, а Господь не изменился. Он туда послал, а теперь выводит оттуда. Но вы за это поплатитесь. Я вот стал смотреть, сегодня легко это все найти, хотя может сегодня уйти. сегодня, оказывается, у русских 1,62 ребёнка на семью. 1,62. Ну, это по всему показано как. А сколько мусульман? 8,1. И был отец Дмитрий Смирнов. Он по семьям был, от патриархии. А мой батюшка очень известный. И он прямо говорит, об этом говорил Андрей Курай, что самое большее, 30 лет, 50 лет, и московский халифат, не будет патриархата, будет московский халифат. Как? Мусульмане займут все это место. И говорит, в народе, в храме, его никто не подправляет. Почему? Почему так и есть? Простой вопрос. Я уже говорил его. Бабу, батюшка, я вопрос хотела задать. Подошла одна. Она говорит, задаст вопрос, не знаешь, как ответить. Давай. Вот так рукой махнул, давай. И она говорит, вот я еду, когда на остановке стою, транспорт не ходит. И такси остановился. Я еду к храму, начинаю рассчитывать, а он не берет. Да как я возьму с тебя? Я мусульманин. Аллах запрещает делать. Ты можешь ты там? Я тебя в храм привез. Я не могу взять с тебя. Ты мать. А если Игорь Турцкий, он обязательно возьмет. Это моя работа. Это отец Дмитрий говорит в храме. В храме, где-то он близко, около патриарха. Это действительно так. Он говорит, его никто не опровергает. Мы многое не знаем. А когда начинаешь по делу смотреть, ох, сделай так, чтобы дети не портили волосы. Девочки где-то. Не сразу удастся. Что без платка она нигде не появлялась. И что волосинки нигде не было видно. Не тут-то было. А в интернете, когда показывают, массу такие там дома, где все, ну, конечно, тут, которые на советской территории, люди их видели, это название одно. А которые страны мусульманские, все одеты. И одеты очень прилично. Я их видел, когда по стране ехали, по другим странам. Почему? Пример. Кто бы ни был, Златоуз говорит, пример везде берите. И при том как? Одинаково. Ну, вот человек противоречит. Или его волк. И его ослепил. И он нигде дальше не видел. Ослепил. Апостол Павел сказал, а Господь ослепил. Его за руку стали водить. И больше нигде в истории нет. Павел-то еще ничего не знает, что с ним будет. И когда шел в Дамас, осенял свет, и он ослеп. И три дня он никого не видел. И Златоуз толкует, он плохо видел. И Господь хорошо осветил его, чтобы снова отдать зрение. По-разному. Одно и то же доказали, но какой выход-то. Он все увидел. Всю историю мировую. Наше будущее. И что дальше будет. Об этом мы считаем в 1 Коринфянам 15 главе. Еще тут можно прочитать одно. Михея. 2.1.2. Вот здесь. Вторая глава, 1-й, 2-й стих. Ихея. 1-й, 2-й. Да, 1-й, 2-й. Горе в замышляющем беззакония на ложах своих придумывающих злодеяний. Которые... Слушайте. Люди, которые не просто как-то нуждаются, не нуждаются, они придумывают. Других наставляют на злодеяния. И это сколько лет? 500 с лишним лет до Христа. До Христа. А как они жили? Дальше мы видим. Которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их силы. И эстерина, они ночью замышляют. Вот старый был, который поздно встает, называется Сова. А который рано же Баронок. Вот так принято называть. И вот он где-то до 4-х. И Гитлер так же делал всю ночь. А потом днем к 12-ти там завтрак. И вот здесь, говорит, ночью они замышляют злодейство. И какие злодейства? Я не забуду показывать в интернете президента Российской Федерации Кутина ведут там, где расстрелили Бутова. Ну, идет там Архимандрит, видно, говорит, а здесь вот ночью арестовали 130 священников. Ни в суде не были, нигде. Еще раз службу вели. Все, всех расстреляли. А ну, это сам полковник КГБ президента. И он только вот так идет. Да что же это? Да не может быть. Я думаю, может быть. Это его система, которая его подняла, ум дала ему. Строгим быть. Но не такой же, это не строгость, это кровожадность. И они лежат, ночью выдумывают. Свет не гасит. И что дальше? Пожелают полей и берут их силу. Силу. Домов и отнимают их. Дома, и вот даже делать нечего. Рукой махни, и все, в их руках. Документы составят. А утро, вот, а теперь они туда идут. Это все было. Говорят, вот новое под небом. Нет. Нет. Ну, было это. Ну, как было, что подводные лодки были. Дельфины плавали, с них взяли. Ну, а сейчас там радарная установка, летучая муж, это была она. Глаза залепли, но у нее глазка нет настоящая. Нитки натянули, ни одну не заденете. То есть, это все было под солнцем. И далее. Обирает человека, его дом, мужа, его наследие. И все. Итак, мы должны в конце этого сказать. Как Господь припев? Дайте еще раз. Считай его. И вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его. Вовек милость его. Что он так делает? Вовек милость его. Что отнял? Вовек милость. В Новом Завете, другая шкала говорит, и расхищение имения ваше, принялись радостью. Ибо вовек милость его. Мы знаем, за этим будет что-то другое. Батюшка один раз, он ушел, не услышит меня. Вот. Он и говорит, хорошо, что брата моего посадили. Суд-то прошел, платить нечем, а теперь два дома у нас. Есть где молиться у нас теперь, где? Ну, вроде как, шутейно так. Оно действительно так. Если бы это, а теперь это помогает дом нам сохранить. Сейчас там там место, застройки большие, нас оттуда убрать, и мы все документы отослали. Все там, четыре улицы сметать будут. Нас не прикасаются. Мы сказали, что даже на территорию не заходили. Что наше здание, это единственное на всю страну, и может быть, на весь мир, а может быть, и на все века. Что такие великие люди приезжали, отдавали, разрешили кому? Каторжнику. Это немыслимо. Там все может, и Бога не знаешь. И так, диви нас Господь, ибо велика милость Его, чтобы батюшку потеряли на какое-то время, а теперь он приехал, здоровый, как будто, ну, не может все здесь, ибо велика милость Его. Аллилуйя.